Знаете, меня вчера спросили, впервые в Уфе? Я говорю, да, впервые в Уфе, ваше впечатление. Я говорю, какой-то удивительный психотерапевтический эффект. Прилетели, и уровень тревоги сразу снизился, и как-то стало спокойно и тепло. Может быть, поэтому появились у меня в блокнотике вот такие строчки. Между речкой белой, как речкой чёрной, Расстелился город, тихий, не кручён. Тот, что душу греет, древний, но не старый, Где декан сумеет отдохнуть усталый. Между речкой чёрной, как и речкой белой, Я три дня упорно занимался делом. Даня дал докладам, изучал стандарты. Ну а где-то рядом распевались барды Между речкой белой, как и речкой чёрной, Оторвавшись смело от среды учёной, Смог я в вашу влиться. Так позвольте с вами сходу поделиться разными стихами. Мой коллега, профессор Бебезов, Вот такие вот у нас молодые, яркие профессора, Хирург высочайшей квалификации, Передал вот эту книжечку, это один из моих сборников. И я вот подумал, конечно, идя сюда, Всякий думает, выходя на эстраду, А с чем он выйдет? О чём он будет говорить? Я попробовал среди сотен своих скромных строк Отыскать такие, которые были бы связаны Всё-таки с нашим февческим, бардовским миром. Правда, этому стихотворению более 30 лет. И написано оно было в тяжелейший для меня год, Июль 92-го года, Время распада, Время, когда всё впереди казалось ещё смутным, Туманным, неясным, А написались эти стихи После поездки на 19-й грушский фестиваль. А вы сами сделаете выводы, Что сбылось, а что нет, В чём я ошибся. Называется так «Наше время». Всё неопределённо, Всё в сущности неясно, Мозги гудят бессонно, Но это и прекрасно, И в принципе полезно, Душа не увядает, Поскольку интересно. А что нас ожидает? Останемся ли с носом Заложники азарта, Измаявшись прогнозом? А что случится завтра? Ах, братья-министрели, В башку такое лезет! Кого из нас пристрелят? Кого из нас повесят? Кого совсем напротив Калач ржаной поманит. Кто в поредевшей роте Петь вовсе перестанет И гордо выйдет в люди С тугими кошельками? Вообще, что с нами будет И с нашими стишками? Где встретимся мы снова И встретимся ли, впрочем? Плыть в сумерках хреново, Но и не так, чтоб очень, Но и не так, чтоб сдаться, Но и не так, чтоб смыться. О чем вы это, братцы? Какая заграница? В каких краях так сложно? Так все не по природе. В каких краях возможно Жить на чеку, на взводе, Быть яростной пружиной, Расслабиться, ох, трудно, И умереть мужчиной, Пускай и безрассудно. Нет слов, опасна воля, Когда дичает племя, Но это наша доля, Но это наше время. Ни компасов, ни гостов, Ни шансов, если честно. Короче, жить непросто, Но жутко интересно. Ну и вот те времена, Они, конечно, были сложные, Смутные, А в такие времена Появляются весьма своеобразные люди. Иногда, ну, Те, кем интересуется Определенная область медицины. В том числе и некие Политические самозванцы. И вот стихотворение Стихотворение того периода С преамбулой. Преамбула такая. Ну, молодежи надо чуть-чуть объяснить, А мои сверстники поймут. Значит, тогда появился такой человек Со знаменитой фамилией Брумель, То ли однофамилец, То ли, может быть, даже дальний родственник Нашего знаменитого олимпийского чемпиона Валерия Брумеля. Так вот, это Алексей Брумель Объявил себя Лидером движения «Русь монархическая», Регентом Российской империи И развернул широчайшую кампанию По раздаче дворянских титулов. В частности, Присвоил популярному автору-исполнителю песен Александру Розенбауму Титул барона. Стихотворение называется «Возьмемся за руки, бароны». Ося Бендер Сразу б умер. Самозванный регент Брумель Не Валерий, Алексей Навязав России Всей личное высокородие Щедро жалует угодья Звания, титул и чины Демократы смущены. То он Ельцина в указе Объявил великим князем То кого-то Гран-Мерси Князем Киевской Руси Не видать конца забавам Рвался Саша Розенбаум В казаки, А нынче он Новоявленный барон. Так держать, товарищ регент, Ведь в советском человеке Тяга к почестям сильна. Коль вернулись времена Родовых гербов, штандартов И настал черед для бардов, То втройне имеет право Зваться князем Акуджава И воистину великим. А поющий Веронике Не мешало б стать Княгиней На худой конец Графиней, Но с имением В Крыму. В толк я так же не возьму, Почему забыли Кима. Вот уж кто! Неповторимо! Дворонин, Гусар, Смельчак. Городницкого-то как Обошли! А Кукин Юра Легендарная фигура! Наш живой Алмазный фонд, Просто вылитый Виконт. Позабыть отнюдь Негожи О Никите, Несереже И его родной Ханум. О Берковском, Мерзаяне, Урожденные дворяне И никто не толстосун. Будь в моей Признаться воле, Я Качановой бы Оле, Как и Грахову бы Коле, Пропуск дал В дворянский круг. Михалев с его талантом Стал бы первым Дуэлянтом, А Бурда Готовый дюк. Так что Регенд, Так что Брубель Без скептических Раздумий Бардов истинных Приветь, Чтоб на скором Фестивале По традиции В финале Мы сойдясь Смогли бы спеть Сначала Милая моя, Затем Атланты Без бронья И под завязку В микрофоны Возьмёмся За руки Князья, Возьмёмся За руки Графья, Возьмёмся За руки Бароны Ну, теперь я попрошу Моих друзей Подойти сюда поближе Мне вот Бахадыр Хакинович Проассистирует Коль Вот Что я могу сказать Здесь нет никакой постановы Всё естественно Ровно 35 лет тому назад Ну, тут ещё месячишка И будет ровно вот 35 лет, да Вот Как мы с этим человеком Встретились На фестивале КСП Алма-Ата 80 Услышали друг друга И Я думаю, не ошибаюсь Подружились Хотя видимся не очень часто С разрывами так вот В 7-10 лет иногда И дольше А чувства Дружеские ощущения Остаются И вот что я хотел бы Прочитать уже В адрес Николая Леонидовича Для киргызов и казахов Пел когда-то Коля Грахов И взойдя на пьедестал Вмиг лауреатом стал Так что Певчий мой собрат Ты по духу Азиат Потому Не как манкурту Подарю тебе я Доставай Юрту Плюс Ведь вез Издалека Бутылечек Коньяка Нашего Киргизского Но любому Близкого Ну и Книжицу Мою Доставай С диском Будь всегда В строю Пой Твори Без всяких Страхов Дорогой Дружище Грахов Спасибо Ребята Честные слова Это для меня Совершенно все Неожиданно И Я очень благодарен Честные слова Ну Я тогда в ответ Тоже что-то Должен сделать Сейчас я Буквально Секундочку Прежде всего Я хотел бы Ему Вручить Клык Пещерного Медведя Что у нас В Ашкирии Это символ Крепости Семьи Символ Богатства Символ Ну Что все хорошо И должно быть крепко С удовольствием С удовольствием Символ Спасибо Песенный Башлык За этот Легендарный Клык И еще Я очень хотел бы Анессу Гургеновичу Серьезно Академично Да Вручить Еще И На память О нашем фестивале О нашем клубе Вот Такую Футболочку Белого ворона Ну Это Надо крепить Дружбу народов Ребята Честное слово Спасибо Ладненько Рахмат Тебе За футболку Я не швырну Ее на полку А в ней Теперь имея цель Еще примчусь На Агидель Это были Два Замечательных Барда Анесс Зарифьян И Николай Грахов А можно Еще занять Десять секунд Ровным счетом Значит Говорят так Чтобы вернуться Надо бросить монетку Ну черт Если я брошу Киргизский СОМ Непонятно Как это сработает Да Российскую валюту Вроде бы Как-то Ну неприлично Мне человеку Из другой страны Швыряться Российской валютой Поэтому Такая поэтическая Маленькая монетка Кто Маленькая монетка Маленькая монетка Маленькая монетка